В Приморье и Китай наметили перспективы развития сотрудничества в области сельского хозяйства. В 1922 году еще дополнительные элисционные корпорации также стали инвестировать еще в Херуньяновске, самопровинциейский фонд по развитию сельскохозяйства, который инвестирует компанию «Паташ». В рамках рабочей поездки в Харбин глава Приморья посетил компанию «Байдахуан Вандашань». Китайские коллеги поделились опытом работы, ознакомили российских коллег с использованием новейших технологий производства молочных продуктов. Также Олег Кожемяка посетил цифровой выставочный зал сельского хозяйства. Здесь каждый земельный участок компании имеет цифровой паспорт с точным описанием всех характеристик этой земли и перспектив использования. Компания «Байдахуана» – это наш надежный партнер, кто реализует программу строительства агропарка в районе Большого Камня. И, безусловно, там будут применяться новые технологии, там будут представлены все виды сельхозпроизводства, самые последние разработки. Для нас это имеет большое значение. Сегодня мы видим, насколько эта компания широко шагнула в области использования всего потенциала сельхозпереработки. Сегодня она уже на 99% механизирована, переходит к системе искусственного интеллекта, цифровизации, где каждый участок поля цифрован. По каждому участку поля принимаются те или иные решения, что позволяет повысить урожайность. Губернатор добавил, что для Приморья интересен опыт в использовании миллиардивных систем, семеноводства, а также в экономическом подходе по селекции семян и животноводства. Мы, конечно, здесь должны набираться опыта, должны внедрять такие технологии, шагать со временем в ногу и делать так, чтобы наши сельхозпроизводители тоже выходили на этот уровень. Это даст возможность получать больше прибыли, это даст возможность получать большую урожайность, применять те технологии, ту уже сложившуюся практику, которая есть в этой компании. Поэтому здесь у нас в дальнейшем будет продолжена работа по всем тем направлениям, которые на сегодняшний день нужны Приморскому краю. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.